Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня видео будет о весеннем уходе за лицом, потому что я поняла, что уж весенний уход, при учете, что у меня появилось очень много каких-то новых продуктов, новых вещей, которые я тестировала, если вот весенний уход вам не показать, зажать, как всегда, то это будет вообще очень плохо с моей стороны, поэтому я решила все-таки снять это видео, хотя сейчас, на данный момент, я все-таки нахожусь в поиске определенном. В любом случае, решила я вам все-таки показать свой весенний уход, потому что очень много новых продуктов, потому что очень много интересных продуктов, очень, скажем так, новых для меня. Также есть продукты, которые действительно изменили, может быть, не мерефозрение мое в плане косметическом, но хотя бы так изменили мою кожу так точно. Так вот, если вам интересен мой уход за лицом этой весной, если вам интересно, что нового у меня появилось, какое у меня мнение об этих продуктах, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, какой уход без хорошего качественного очищения? В качестве очищения этой весной у меня был Невея нежный крем-гель для умывания, для сухой чувствительной кожи. Бережно очищает, увлажняет кожу. Здесь 150 мл, он у меня практически уже закончился. На самом деле, что хотелось бы сказать, на самом деле, это очень приятное, очень мягкое, очень нежное средство с ненавязчивым легким ароматом. И, честно говоря, от Невея я в последнее время, ну не сказать, что я в восторге, но, честно говоря, приятно удивлена этой маркой, потому что мне понравилась их мицеллярная вода, мне также нравится и их этот крем-гель. Потрясающая вещь для сухой кожи. Он прекрасно кожу очищает, особенно если вы нанесете просто это средство на лицо, на сухое или влажное, и оставите на минуту, потом смойте. Потрясающая вещь, хорошо очищает кожу, при этом не сушит, не раздражает, ничего не щиплет. Безумно благодарна своей лучшей подруге за то, что она мне эту вещь порекомендовала. Я вам уже, на самом деле, и рассказывала даже в своих приобретениях об этом продукте, и пела там оды, что это просто отличная умывалка за свои деньги. И, на самом деле, я не отказываюсь от своих слов, у меня уже практически это пустая баночка, и все, я также готова пить дифирамбы этому продукту, потому что просто потрясающая вещь, очень мягко щадящая, не стягивает кожу, при этом прекрасно очищает ее. Очень мне нравится, очень нравится. Следующий этап ухода за лицом это тонизирование. У меня это тоник от Тиана, тоник спрей, всем уже рассказывала, плакалась на то, что я ненавижу ватные диски, даже не сам факт ватных дисков, я не люблю их выкидывать, поэтому для меня тоники спрей это просто идеальный вариант. Из-за этого я полюбила гидролаты, и после этого я полюбила этот тоник спрей. Он также для нормальной, сухой и чувствительной кожи, он с экстрактом микроводорослей гавайских озер, я так и не поняла, что это такое, и ДНК лосося. Пахнет он очень странно сладкой тиной. Вот чем-то сладким он пахнет, и чем-то вот таким вот морским, типа водорослей или тиной. Что-то такое, более конкретно классифицировать этот запах я не смогла, и даже кому я давала попробовать эту вещь, ну как-то непонятно, чем он пахнет. Что касается расхода, то здесь 125 мл за месяц я использовала где-то, где-то половину я использовала. В принципе, не самый страшный расход, потому что у тоника Клоранс за два месяца там больше и объем сам, но он расходуется тоже очень быстро. Наверное, даже быстрее, чем этот. Что хочется сказать, я не могу пока причислить данный продукт к своим фаворитам, к своим любимым продуктам, что вот не могу я жить без этого тоника от Тиана, но он приятный в любом случае. Мне нравится, что весь продукт остается не на ватном диске, а на моем лице, он не дает никакой жирной пленки, в принципе, никакой пленки, он не дает никакой липкости, мне во всяком случае, потому что, в принципе, есть какая-то определенная липкость, но она вместе с кремом проходит, уже впитывается, и кожа абсолютно гладкая. Поэтому никакого дискомфорта я не испытываю. Перейдем, наконец-таки, уже к основному уходу, и основной уход за лицом у меня от корейской марки Otto Palm. Это потрясающая вещь, просто мульти-ламеллар эмульшн формула. Это мульти-ламеллярный крем для лица. У меня в объеме в маленьком 35 мл, там есть еще и банка 60 мл, но я не люблю большой объем, потому что мне неудобно их брать куда-то с собой. И также мне не нравится, когда у меня продукт остается, потому что больше, чем сезон, я обычно ничем не пользуюсь, потом остается в полбанке, я не знаю, куда это девать, и не всегда это доживает до следующего сезона, когда можно использовать. Вот. Поэтому взяла маленькую версию. Также мне нравится, что именно в тюбике, потому что мне не приходится туда лазить руками, так как я не фанат всяких ложечек, палочек и прочего-прочего. Все-таки мне нравятся больше тюбики в плане ухода за собой. Также здесь такой вот очень приятный носик. Вы можете дозировать, сколько вам надо этого крема. Крема на самом деле нужно очень мало. Он очень приятный такой белый, очень нежной консистенции. Еще раз выдавим. На самом деле вот так вот на руке он кажется, что он очень какой-то такой жирный. Потом вы понимаете, что потихонечку он начинает стекать. И на самом деле он безумно-безумно легкий. И при нанесении как будто превращается в какую-то водичку. И он потрясающе увлажняющий. Вот честно, эта вещь, наверное, изменила мое отношение ко всем предыдущим моим кремам, скажем так. Ко всем предыдущему уходу. Потому что, во-первых, я попробовала корейский продукт. Я никогда раньше не пробовала корейские продукты для ухода за собой. Но тут, во-первых, это другой сегмент абсолютно косметики с другим подходом. Во-вторых, что мне понравилось, вот эта вот линейка, вот эта марка, точнее, от АПАЛМ, вот эта линейка. Эта линейка, которая не содержит никаких аллергенов. Она очень чистая. Она очень, скажем так, освобождена от нефти и продуктов. И освобождена от всяких экстрактов и всего прочего. То есть она создана для детей и для людей, которые мучаются со всякими аллергиями, кожными реакциями, дерматитами и всем прочим. Поэтому просто идеальная вещь для тех, кто имеет чувствительную кожу, у кого реакции различные могут быть на уходовые продукты, кто склонен к аллергиям, к аллергическим реакциям. То есть у меня кожа, она безумно склонна на реакции на натуральные экстракты. Я могу обмазаться каким-нибудь парафиновым, ликвидовым, и ничего со мной не случится. Хотя это нефтепродукт, это плохо, и когда-нибудь, может быть, у меня там разовьется что-нибудь. Но наука это, скажем так, не доказана. Но, например, на всякую... На Турасиберику, на Органик... Господи, как они называются? Сейчас вспомню. А на Кадали, на всякие другие органические марки, на фрешлайн, на уходовые продукты, на крива именно для лица у меня давал отрицательную реакцию. Я покрывалась либо подкожными прыщами, либо я покрывалась пятнами, либо что-то еще с моей кожей случалось. Поэтому для меня вот данная марка это действительно находка, потому что она, с одной стороны, чистая от всяких вредных химических гадостей, с другой стороны, она чистая от всяческих аллергенов. Также мне безумно понравилось, что просто я никогда не встречала крема, который будет настолько легкий, он будет иметь действительно кремовую текстуру, при этом он будет легкий, он просто будет моментально увлажнять кожу, будет ощущение... Вот честно, когда девчонки рассказывали, другие, что у меня такое чувство, что у меня кожа пьет, я прям слышу это хлюпанье. И на самом деле я вот после этого крема поняла, что это такое, такое чувство, что вот кожа просто это всасывает активно, что это реально как вода для нее живительная, и она сразу становится такая прям румяная, красивая, и прям вот на ощупь она очень увлажненная, очень красивая. И просто вот аналогов этому продукту я пока не встречала, просто потрясающая вещь. И что хочется еще отметить, почему я перешла на этот уход, меня по весне после всех моих болезней мучили очень неприятные, некрасивые воспаления на коже, очень, скажем так, они болели с одной стороны, при этом они были большие красные, их было несколько штук на лице, и все это выглядело не очень красиво. А эта вещь она просто моментально, скажем так, сняла, как бабка отшептала, то есть у меня получается вот эти вот какие-то три воспаления были на лице, они спокойно зажили, очень быстро, кстати говоря, и все, больше на моем лице ничего страшного не случалось. У меня такое ощущение, что у меня произошла какая-то революция на самом деле с кожей, потому что она стала резко на порядок качественнее, на порядок увлажненнее, и мне безумно нравится этот продукт. И я на самом деле вам советую, потому что он прекрасный по составу, он прекрасный по действию, и аналогов я не знаю. То есть вообще потрясающая вещь, очень-очень-очень люблю ее. Следующие два продукта для глаз, один мой любимчик на данный момент, другой просто как бы, ну я не поняла его. Начнем с рекламируемой в последнее время марки LibreDerm, это крем антиоксидант для нежной кожи вокруг глаз с витамином Е, также здесь масло рыжика и троксирутин. Троксирутин это вещество, которое добавляется во всякие мази крема против варикоза, которые должны укреплять стенки наших сосудов. Крем такого нежного желтого цвета, здесь 20 мл, то есть такой хороший объем для крема вокруг глаз. Вот такой вот он желтый, он больше все-таки кремный, гель. И, что сказать, запаха он какого-то тоже определенного не имеет, стоил он очень дешево, где-то порядка 100-150 рублей. Купила просто ради интереса к марке. Что хочу сказать? Сказать, что он хорошо увлажняет, да. С этим я спорить не буду. Но при этом сказать, что он оказывает, как здесь марка заявляет, выраженное действие против припухлости темных кругов под глазами, нет. В этом плане он абсолютно не работает. При этом я заметила, что вот если сравнивать его с Клиник и наносить его вечером, то от Клиник глаза практически вообще не опухают. Ты просыпаешься просто с идеальными глазками. Здесь отек дает этот крем больше, чем крем от Клиник. Далее, что касается темных кругов под глазами, тоже я не заметила работы, простите, своими темными кругами. Да, у меня все не критично, я не похоже по утрам на панду. Даже если я там, вы видели меня во влоге, где я спала 3 часа, и в принципе лицо мое не похоже, как будто там не знаю, что со мной происходило. У меня нет никаких страшных там кругов, как у алкоголика или что-то в этом роде. Но даже с моими, казалось бы, просто банальными обычными проблемами он не справляется. У меня, ну не сказать, что он плохой, я не могу сказать. Он нормально, он увлажняющий за свои 100 там с копейками. Это нормальный крем. И сверхъестественно он, к сожалению, ничего не делает. Ну и бог бы с ним. То есть на свои 100 рублей обычно увлажняющий крем, и хорошо. Но заявка производителей такая серьезная, что там он борется с темными кругами, с припухлостями. Ну это, честно говоря, не более чем слова. Вот. Но за 20 мл за цену можно простить. Поэтому, в принципе, я думаю, что я его допользую. Возможно, отвезу его на дачу, буду пользоваться там, чтобы не таскать свой основной крем уходовый. Следующий крем от Клиник мне, конечно же, нравится больше намного. Это крем из серии Super Defense. Здесь содержится SPF 20. И этот продукт из серии, то есть сама серия Super Defense, она, не сказать, что она уже там противовозрастная, но это уже так первый шаг заботы о своем будущем. То есть она предотвращает старение, она борется с факторами окружающей среды негативными, она борется со стрессами и прочими радостями жизни современной девушки, живущей в мегаполисе. Что касается крема, то у него уже несколько и более интересный. И цвет, и текстура. То есть он вот более такой бежевый и кажется, как будто он тонирующий даже. Вот. И он превращается тоже в такую вот водичку, но причем водичку масляную. Вот. И также в нем содержится определенное количество светоотражающих частиц. Причем это не светоотражающие частицы а-ля метеорита, которые видно за километр, скажем так. А это такое вот, как, естественное сияние кожи вокруг глаз. И я, честно говоря, считаю, что это неплохо, потому что если вы утром наносите данное средство на кожу вокруг глаз, у вас моментально становится более открытый, более ясный взгляд, и кожа становится вокруг глаз более ровной, более здоровой. То есть такой вот дополнительный, скажем так, чисто визуальный эффект мне нравится. При этом, что сказать по поводу кожи. У меня самое главное, вот самая моя большая беда крема вокруг глаз, у меня от них ночью опухают веки. После этого крема у меня веки не опухают, у меня взгляд свежий, красивый, кожа вокруг глаз увлажненная. Действительно, я вот даже после умывания, когда смотрю на себя, у меня кожа вокруг глаз, она абсолютно беспроблемная. У меня никаких видимых негативных там изменений, типа морщин, от обезвоженности, от сухости нет. У меня каких-то страшных округов нет, по сути. И при пухлости глаз у меня тоже после этого крема нет. То есть после длительного использования этого крема у меня, в принципе, кожа вокруг глаз выглядит очень хорошо. При этом дополнительный вот эффект подсвечивания кожи вокруг глаз мне тоже очень нравится. Он как бы дополнительно, скажем так, улучшает состояние моей кожи. Меня просто на 100% устраивает, как данный крем ухаживает за моей кожей вокруг глаз. Мне он безумно нравится, я буду продолжать его использовать. И на самом деле вот немного было бы смешно сравнивать эти два продукта. Крем Клини, по-моему, за 1700 рублей и крем от Либридерм за 100 рублей. Ну, на самом деле это не смешно. Но вот здесь вот я чувствую реальный уход. И я чувствую, за что я заплатила свои деньги. Здесь как бы, ну, 100 рублей не жалко. Это даже не чашка кофе по нынешним временам. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать и показать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие новые ходовые продукты у вас появились. Что из рассказа мной вы пробовали. Что бы вы мне посоветовали новое попробовать. И все. Всех вас целую, люблю. До скорой встречи в следующих видео.